Ремонт медучреждений, своевременное оказание медицинской помощи, вакцинация от коронавирусной инфекции. Эти и другие темы за круглым столом обсудили представители администрации округа и руководство Одинцовской областной больницы со звенигородцами. Одна из наиболее острых для жителей проблем – нехватка врачей, узких специалистов, прежде всего детских. Что касается записи к специалистам, то мы, одинцовская областная больница, работаем к единым организмам, поэтому можем записаться в Одинцово, если удобно, приехать туда, к специалисту, которого нет здесь, допустим. На любое исследование к любому специалисту можно будет обратиться и в город Одинцово. После окончания реорганизации второго этапа у нас еще добавится Ершова, добавится Голицыно, и, соответственно, можно будет при необходимости получить любую услугу, тоже будет та же, как и сейчас ее можно сделать в Одинцово. За 8 месяцев этого года для Звенигородского отделения уже подобрали 13 врачей и 20 медсестер. При этом Андрей Фадеев заверил, поиск нужных специалистов продолжится, причем по всей России. Да, сложно сейчас огромный нагрузка идет на врачей, особенно на первичное звено, на тропедов, на педиатров, тех, кто, соответственно, в первую очередь сталкивается с пациентом, ну, скажем, кого видит пациент первым. Но находим, да, новые кадры, стараемся как-то людей тоже удержать и максимально улучшить их, там, скажем, условия работы. Жители поддержали предложение главврача об организации работы в Звенигороде выездных бригад узких специалистов Одинцовской областной больницы, которые в течение дня смогут консультировать горожан. Постепенно решаются и другие важные проблемы в сфере здравоохранения. Есть проблема с оборудованием, с современным оборудованием, с удобными палатами. Ну и эта проблема постепенно, вот, к осени этого года решена. То есть мы знаем, что стационар Звенигородского отделения Одинцовской областной больницы отремонтирован. Есть укомплектован современным оборудованием хирургический корпус, сейчас будет устанавливаться КТ. То есть шаг за шагом все-таки изменения к лучшему, они происходят. По поручению губернатора Подмосковья, главврачи медучреждений должны постоянно поддерживать обратную связь с жителями. Через мессенджеры, аккаунты медучреждений в соцсетях, систему Добродел. Андрей Фадеев отвечает на вопросы в ходе прямых эфиров в соцсетях и на телевидении. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, живые встречи за круглым столом будут проводиться чаще. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.